государственная архитектурно-строительная инспекция создана для того чтобы дома дороги и заводы возводились по техническим стандартам и внезапно не разрушались забирая с собой тысячи людских жизней ну а строительная отрасль это многомиллиардные прибыли поэтому каждый участник рынка пытается сэкономить обходит правила а чтобы инспектора газе закрывали на это глаза дают им взятки поэтому в украине сложилась порочная коррупционная круговая порука и первые шаги чтобы разорвать порочный круг уже сделаны руководитель елена костенко уже уволила из газе самых ярких представителей коррупционных банк но они как головы у змея горыныча рубеж одну голову вырастает вместо нее 2 такая же история произошла в николаевской области где 18 февраля 2020 года была назначена заместителем которая одновременно руководила местным газ департамент стратегического расследования полиции сообщил что вместе с прокуратуры николаевской области и гбр арестована белинская светлана васильевна за получение взятки в 700 долларов оказывается за несколько дней до этого с ней связался игорь михеев бывший руководитель гаси николаевской области с предложением порешать вопрос чтобы не штрафовать застройщик михеев за год до этого чудом или за взятку избежал наказания за свои преступления когда 2018 году была проведена служебная проверка по его деятельности после этого он уволился замглавы комитета по строительству парламента елена шуляк в шоке от того насколько сотрудники гаси готовы в любой момент продаться тем кого должны контролировать ведь белинская до этого много лет проработала главой отдела по выдаче лицензии и не надо удивляться мол взятка небольшая но в данном случае мы имеем дело с низовой коррупции семья белинских это средне статистические представители украинцев муж светланы сергей бойко работает в местном государственном порту ольве дочь виктория белинская работает полиция в бывшем гаи оформляет права и номера на авто а в этой сфере всегда была основана на законах купли-продажи светлана белинская до недавно отвечавшая лишь за выдачу сертификатов на деятельность инженеров даже себе выписала такое в шестнадцатом году она имеет право проводить техническую инвентаризацию хотя это конфликт интересов а вот другой сфере и не повезло семнадцатом году приказом госгеокадастра у нее отобрались сертификат инженера землестроитель 7 февраля двадцатого года глава гаси костенко уволила замначальника по николаевской области епифанова и после нее белинска успела дать распоряжение на три проверки строительство жилого дома в городе врадиевка застройщик некий александр ануфриенко второе строительство склада в городе первомайнск местная прокуратура захотела проверить кто проводит работы по возведению ангара прямо под окнами жилого дома третье направление на проверку касалось бандурского аллея на экстракционного завода на него пожаловалась общественная организация стоп свавилю от кого именно принес взятку михеев и отдал белинской судить сложно правоохранители молчат но для редакции актуальной правды ясно одно без посада коррупционера в тюрьму строительную отрасль и далее будет лихорадить хаос и самое страшное что в любой момент могут погибнуть миллионы людей